Привет всем, друзья! Это Даня и вы на канале Бликстар Афишн. В сегодняшнем ролике я расскажу вам про мини-фигурку Лего за 75 миллионов рублей. Также покажу, как готовлю свои мини-фигурки для дисплеев в музее Лего Бликстар, который я открываю на Трудной площади в галерее Неглиной. Ребята, музей этот имеет смысл посетить. Безусловно, это роскошная, эксклюзивная экспозиция, это магазин при музее. И это, конечно, возможность прийти, скажем так, ко мне в гости. Друзья, я планирую, ну вот в конце августа, вот прям в конце-в конце постараться. Если не успею, начало сентября. Ребят, следите за обновлениями и приходите, конечно же, в музей Бликстар. Погнали к фигуркам! Ребят, вы могли видеть дисплей по Звездным Войнам. Здесь DC Comics и не дисплей, понятно, а я пока выделил два ряда. На первом расположены герои, на втором расположены злодеи. Из героев интересны, ну, например, Марсианский Охотник, другие члены Лиги Справедливости. Также и вот Бэтмены с пещеры 60-х. Ну, версии Супермена имеются. На втором ряду классный Брейняк. Встречался вроде всего в одном наборе. Вот такая версия его. Зод есть, Синестра есть. Есть на что посмотреть, на самом деле, ребят, имейте в виду, дисплеи будут очень часто обновляться. Ну, понятно, почаще, чем основная экспозиция, потому что это и просто, и у меня остается очень много фигурок. Ну, вот это первая партия, скажем так. В экспозиции Marvel я очень много выставлял фигурок, да, друзья, могли это видеть на канале. Поэтому на таком дисплее только один ряд уходит Marvel, но есть на что посмотреть, мне кажется. Например, Ронан Обвинитель, версии Альтрона, Локи 14-го года. Есть тоже, да, довольно редкие персонажи. Такие серии, как, например, Angry Birds и Черепашки-ниндзя в музее пока не присутствуют. Как наборы на полках. Ну, честно, не считаю их особо какими-то интересными для себя лично даже и ключевыми. Тем не менее, вот в Черепашках, например, на самом деле крутые фигурки. Вот Шреддер крутой, здесь и Сплинтер есть. И, конечно же, я должен обыграть эту серию. Angry Birds тоже посмотреть, по-моему, неплохо. Вы видите много версий свиней и некоторых птиц. Возможно, вы, друзья, видели полку с Чимой, но там не было внимания уделено такой теме, как Огонь и Лед, где, ну, были, соответственно, Сэр Фангар, Фениксы, много кого интересного. И эти фигурки отправляются в дисплей, ну, вместе с некоторыми другими. Но, как вы поняли, основное внимание уделено именно той волне. Ну, вот, посмотрите, Фениксы без крыльев, чтобы они друг друга не загораживали, соответственно. Также, видите, и, ну, версию Лавала с его отцом уже такую огненную. Ребят, серия Пираты Карибского моря здесь у меня соседствует с Принцем Персии. И та, и та серия сейчас являются довольно редкими, и то, и то Дисней. Ну, я думаю, нормально они здесь подружатся и будут вместе выглядеть неплохо. Напишите, ребят, в комментариях, какая вам, ну, линейка фигурок нравится больше, например, из какой из этих серий. Ну, Пираты, конечно, мощные. Вот Дэвид Джонс, это, блин, очень классно. Тут перевыпуск истории игрушек. Также версии Скуби-Ду, версии Шеги. Ну, в общем, ребят, это Лего Скуби-Ду, и в том числе и некоторые антагонисты отсюда. Плюс немножко Монстер Файтерс. Полка по Монстер Файтерс музея есть. Ну, и далее, ребят, просто парочка фигурок без привязки к какой-то у меня определенной теме. Ни губки Боба здесь нигде нет. Ну, вот Даймэншенс два персонажа стоят. Плюс редкая фигурка, старенькая, справа. Итак, мы добрались до серии Ниндзяга. Два ряда уходят под главных персонажей. И здесь по, соответственно, семь версий. По семь версий. Ну, там Кая, Коула, Джея, Зейна, Ни, Ллойд, да и вот это все, друзья, видите сами. Немножко Мастера Ву есть. Также вот какие-то второстепенные персонажи. В общем, друзья, Ниндзяга использовал, ну, довольно много, да, и еще много осталось. Ну, золотой Ллойд здесь есть. И также самый молодой, соответственно, Ллойд. Друзья, пишите в комментариях, много ли у вас фигурок Ниндзяга. Ну, и вселенная Ниндзяга, естественно, также славится и своими злодеями. Куда без них. Здесь пока что я не все заполнил. Остается место, естественно. Ну, к открытию все будет заполнено. Конечно. Оверлорды, Гармадоны, конечно же. Они. Помимо этого, вот серпентины, скелеты. Надо доставить на Дакана к небесным пиратам. Куда без него. Также, друзья, свежачок вот такой. Здесь Луни Тюнс. И вместе с ними встанут фигурки по сериалам Марвел. Пока тут их нет, хотите их увидеть? Две распаковки для вас. Это предыдущие ролики на канале. Там же рассказываю, как выиграть сразу целую серию. Есть смысл посмотреть. А теперь о той самой мини-фигурке за миллион долларов. Друзья, пользователь выложил объявление на eBay. О том, что продают мини-фигурку Лего за миллион долларов. То бишь, за 75 миллионов рублей. Примерно. Ребята, это золотой C-3PO. Золотой, естественно, в прямом смысле слова. Это 24 карата. Это фигурка к 30-летнему юбилею Звездных войн. И более того, их всего было выпущено 5 штук. Этот четвертый. Безусловно, эти регалии никак не могут объяснить цену в 1 миллион долларов. Ну, друзья, может найдется какой-то супер-супер фанат успешных Звездных войн. Вы напишите мне в комментариях, если бы у вас была эта сумма. Как вы бы ее потратили? Ну, может кто-то найдется, кто хотел бы эту фигурку. Ну что, ребят, на сегодня все. Я жду от вас реакцию в комментариях. Как вам фигурки, которые я вам показал из своей коллекции? Как вам C-3PO за миллион долларов? Безусловно, жду всех вас в гости. Поддерживайте канал и подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok